Добрый вечер еще раз. Ну, сегодня будет такая какая-то общая вводная лекция, и она будет состоять из, ну так, грубо, наверное, трех частей. Первое — это, в принципе, если кто-то из вас не сталкивался с таким понятием, как стрит-арт или там граффити, и вообще там, как оно попало вдруг там в искусство, и откуда оно взялось, и, соответственно, потом я стал этим заниматься, да? Будет такое краткое вводное, наверное, а потом я чуть-чуть про себя расскажу, как я начал заниматься искусством, возможно, вам как творческим личностям и, может быть, там, будущим художником или людям, которые творчеством будут заниматься, это, ну, будет интересно послушать, мне всегда самому интересно послушать истории других художников, потому что это всегда уникальный опыт. Вот. И третья часть немножко я покажу просто разные технические, наверное, и, в общем, разные взаимодействия, когда искусство проявляется в разных видах, и как важно менять техники и использовать разные материалы. При этом можно говорить про одни и те же задачи и цели. Если вы все слышали о граффити, вы, наверное, слышали заодно и про такое понятие, как граффити, которое начало существовать в пещерах. Несколько тысяч лет назад разные пещеры, разные датирования, разные локации и в Средней Азии, и на юге Европы. Но, в принципе, помимо того, что здесь у нас схожий термин, да, потому что изначально это называлось еще граффити, у нас здесь, в принципе, по смыслу и по, так скажем, по технике они похожи с теми граффити, которые мы знаем сейчас, в 20 веке. В том плане, что люди в общественном пространстве своем создавали какие-то работы на стене, да, в принципе, это то же самое, что сейчас граффити является. Да, здесь были другие смыслы, но методология, так скажем, такая же, какие-то рисунки, в принципе, по большому счету такой стрит-арт, вот если его перетащить сейчас на стены города, вы иначе как стрит-арт это не назовете. Вот, но было интересно, что это было в... не очень понятно, было ли это на внешних стенах, там, пещеры, потому что эти рисунки мы можем увидеть, потому что они сохранились из-за того, что внутри пещеры выветривания там не действует, и там влажность, ветер, в общем, другие, они, короче, сохранились. На внешних стенах есть какие-то отдельные, но скорее это такие, которые были механическим способом сделаны, их меньше, и в общем, мы можем только догадываться, какая была цель, у этих есть разные предположения, но я вот сам задумался, имея свой там творческий опыт, будучи художником, я себе представил там 3000 лет назад такого, значит, человека в шкуре, который, ну, навряд ли там было такое понятие, как искусство и художник, то есть, что это был за человек, он был охотник, но ему просто нравилось рисовать, да, то есть, или он был шаманом, который делал какие-то ритуальные действия, или просто людям нравилось рисовать, значит, может, это вообще женщины делали, например, мужчины уходили на охоту, женщины дома сидели и как бы рисовали на стенах, мужчины приходят домой, там, что-то нарисовано прикольное, вот, понятно, что мы можем догадываться, опять же, там, считают, что вроде бы это ритуальное действие, ну, то есть, либо на удачу охоты, либо, там, значит, поймали, празднуют охоту, и понятно, что не было письменности, это были рисунки, вот, ну, в общем, интересные такие, ну, возможно, со временем как-то мы получше будем все это понимать, когда появилась письменность, это уже и появилось и распространилось до такой степени, что, там, простой какой-то человек, гражданин, или солдат, или, там, вот, викинги могли пользоваться этой письменностью, стали появляться граффити, которые еще ближе к классическим таким граффити сегодняшним, это надпись на стенах, которые сообщают об авторе какую-то информацию, там, грубо говоря, здесь был Вася, вот это вот чисто то содержание, которое стало появляться в надписях буквенных, значит, очень много в Помпеи было найдено, особенно, там, сейчас при раскопках, там было много надписей, так как уровень образования там был высокий, то есть, любые граждане, там, грубо говоря, знали письменность, и вот он, там, на стенах мог написать, что здесь живет плохой человек, или, там, за углом продают, там, что-то вот такое, в общем, такие разные надписи, интересные рисунки, в принципе, похожи, наверное, на какие-то, там, школьные, такие, зарисовки на задних партах, там, как бывало когда-то, или подъездные какие-то, такие хулиганские, в общем, это одна из таких достопримечательностей в Помпеи, по которым можно, там, культуру целую изучать, вот, здесь, например, собор Святой Софии, в Стамбуле, вот справа наверху, это викинги приехали, значит, там, и написали, что такой-то, такой-то здесь был в девятом веке, в принципе, это суть граффити, которая современная сейчас, ну, мы все знаем, оно как раз про написание своего имени, и, в принципе, про такое продвижение себя, вот, потом, в двадцатом веке, там, появился баллончик, значит, и стало как-то проще все это делать, и быстрее появились в Америке такие отдельные районы, которые пригороды, пригороды больших городов, которые стали называться в итоге гетто, это, значит, такой, ну, феномен, который, наверное, до этого немножко по-другому это все выглядит, то есть, это все-таки были большие города, там жили такие же люди в мегаполисе, но вот у них, значит, были другие совершенно условия, там начал развиваться бандитизм, начали появляться какие-то группировки, эти группировки начали делить город, там, на районы свои, и чужие разборки устраивать, и, значит, они начали писать на стенах этих районов свои какие-то обозначения, и это еще ближе тоже к граффити, потому что граффити уличное, оно подразумевает какое-то наличие команды, помимо своего имени, и это вот было такое похоже на команду, то есть, они там ходят как будто свое имя команды свои пишут, но при этом под этим подразумевается, там, какие-то деления района, смерть, убийства, там, разборки, значит, гангстерские, и все такое, но во всем этом живет, там, определенное поколение, там, дети какие-то, подростки, которые на все это смотрят, на эту культуру, и, ну, там, она притягивает, да, какая-то преступность вся эта, плюс вот эта определенная эстетика надписей на стенах, ну, в итоге это, причем, наверное, больше развивалось, ну, в Нью-Йорке и Лос-Анджелес, конечно, но Нью-Йорк больше подхватил, как бы он всегда как будто более такой был творческий, что ли, менее гангстерский, вот, в Нью-Йорке они, значит, подхватили это в том плане, что начали создавать свои команды, начали писать свои названия эти команды, свои имена просто по городу, и это стало уже такой граффити, который мы знаем, субкультура граффити, это примерно середина-начало 70-х годов, то есть там считают, что первые граффити такие настоящие, вот, которые писали свое имя, им там сейчас уже некоторым даже по 60-70 лет, кто-то из них еще живой, они, значит, вот тогда появились, и в первую очередь они писали свое имя, в вторую очередь там какую-то команду имя у них обычно состояло из каких-то, может быть, букв, слов, плюс, возможно, номер улицы, на которой они жили, таким образом себя как-то географически отмечая, что вот я, значит, с этой улицы, а понятно, там это вот таки, значит, со 183-й улицы, но ты если видишь это там на 30-й улице, то ты понимаешь, ой, ничего себе, он еще, типа, и здесь был, и вот здесь он отметился, и потом, пока про это таки не написали в газете, это все было довольно субкультурно, а потом такой парадокс, что часто медиа влияла на развитие субкультур, потому что, ну, с одной стороны, они вроде писали о том, что это такой феномен ужасный, значит, все стены расписаны, а с другой стороны, они этими статьями и вниманием, наоборот, только подталкивали и развивали, и ребята, которые увлекались этим, они видели о том, что ничего себе, там, Атаки написал, Нью-Йорк Таймс о нем написал, ну, типа, круто, мы тогда еще больше надо написать, мы тоже таки известны станем, вот, и, в принципе, там, начало 80-х, конец 70-х примерно, наверное, так вот выглядел там Нью-Йорк, да, и в основном мы можем заметить, что это были простые такие буквы без сложности каких-то, в то же время появляются там и художники, которые, какие-то из них были просто художниками, которые подхватывали, подхватили, так скажем, такую волну уличную, да, обратили внимание, то, что классно вообще, в принципе, на улице тоже можно рисовать, ничего там такого нет, и есть такие персонажи, там, Килл-Рой, которые считают, что он во время Второй мировой войны еще рисовал, значит, каких-то персонажей своих, там, ну, американских солдат на бомбах, значит, где-то он их там рисовал, и вот все солдаты часто видели этого персонажа, такого мультяшного с носом, это тоже считается, как бы, вот, примерно прародителя таких граффити уличных и стрит-арта, но, в принципе, в 80-е годы уже четко формируются такие художники, как Мишель Баске и Кит Харринг тоже, которые, в принципе, были ребятами как раз из улицы, да, то есть они начинали с граффити рисовали, а потом уже переходили в искусство, то есть их, так скажем, сфера искусства так затягивала, да, обратили на них внимание, это было интересно как феномен, и более того, вот ты приезжаешь в Нью-Йорк, где там все разрисовано, все метро там грязное, исписанное, его не чистят, его там, по-моему, в 83-м году только начали, денег у них не было, значит, начали они его там чистить, и было понятно, что это такая субкультура, вышедшая, ну, то есть, как сказать, художники, которые вышли из субкультуры, да, то есть они не из институции, не из школ каких-то художественных, а это такое, ну, свободное какое-то творчество, причем они какие-то делали интересные работы, которые стали, на которые стал обращать внимание арт-среда, там тот же Энди Ворохол и, в общем, галеристы, а дальше граффити начинает развиваться от простых шрифтов, там они начинают усложняться, добавляться, какие-то фишки, звездочки, и таким образом просто развивается сама субкультура, то есть, в принципе, если сейчас посмотреть, спустя, ну, там, 40-50 лет, то граффити, наверное, уже застагнировало, бывает, что культура как-то развивается-развивается, потом останавливается, тем более, если это субкультура, какие-то феномены, так скажем, застывают, но граффити все-таки развивается, мне потому что тоже как-то казалось, что она там перестанет существовать, но, видимо, там один из плюсов, что она постоянно как бы развивается, меняется, и вот в том числе, там, грубо говоря, могло остановиться на таком уровне вполне себе, но были участники, были персонажи, которые хотели это развивать больше, там им казалось, что это слишком просто, да, возможно, потому что в граффити там две составляющие, там есть спортивная составляющая, ну, в нелегальном, да, классическом, спортивная составляющая и творческая составляющая, у тебя либо одно, либо другое тебя постоянно подталкивает к развитию, к действию дальнейшему, вот, и, то есть, благодаря тому, что там стало все это развиваться, потом это стало превращаться в еще более сложные рисунки, при этом краску там, естественно, не покупали, а воровали, потому что это были персонажи, те же вот из гетто-районов, которые, у которых просто не было денег ходить покупать, вот, например, там на холл трейн, на холл кар вот такой вот нарисовать, может быть, там 30-40 баллонов, значит, там по 3, допустим, 4 доллара, они там есть тогда стоили, тогда были большие деньги, и, в общем, краску эту воровали, это тоже такое было частью этой всей субкультуры, то есть это было, ну, нормально, так скажем, да, и это было, наоборот, странно, если бы ты там шел, я покупал эту краску, и, соответственно, Кит Харринг становится художником, который уже начинает делать муралы, муралы — это большие рисунки на бренд-мауэрах, на стенах домов, и, то есть это другая часть этой всей субкультуры, если на поезде то, что нарисовано, это называется граффити, то вот у Кит Харринга это называется мурал, то есть можно, конечно, называть это граффити, но если вы хотите донести человеку, который, ну, разбирается, чтобы он вас правильно понял, вы тогда должны терминологию правильно использовать. Наверху работы такого большого плана, они назывались продакшн, это когда несколько художников вместе, значит, собирается, обсуждают, это такая уникальная вещь, тоже, в принципе, для творчества, потому что студийные художники пятером не собираются нарисовать один холст, это не бывает такого, это какой-то уникальный случай, а в граффити это, наоборот, нормально, это прикольно, это часть вообще как бы действия, часть субкультуры, и, возможно, ну, то есть мне, например, это очень тоже нравилось, я стараюсь с художниками, когда я стал заниматься искусством, какие-то коллективные тоже истории делать, создавать, там, привлекать, вместе что-то делать, но это непросто, потому что не все готовы, не всех есть опыт, не все хотят там с кем-то вместе что-то делать, ну, мне кажется, это такой один из уникальных плюсов в уличной субкультуре, что ты всегда действуешь, ну, не всегда, но практически всегда, там у тебя есть команда, у тебя есть коллективное творчество, и вы обмениваетесь опытом, вы обмениваетесь какими-то мнениями, и вместе создаете одну работу. в Европу дальше, то есть вот в 80-е годы Америка выглядит уже таким, ну, Нью-Йорк в основном, да, выглядит таким разрисованным образом, туда приезжают из Европы какие-то просто туристы, там, дипломаты, в общем, там, бизнесмены, они приводят своих детей, эти дети там в шоке от разрисованного метро, от разрисованных стен, они приезжают обратно в Европу и хотят то же самое, чтобы у них происходило, и начинается такая волна, это вот 80-е, то есть когда граффити вышел на внешний уровень внутри городов, оно стало заметно просто любым горожанам, да, вот приезжие его, получается, заметили и начали переносить в другие страны и другие города, это так и пошло, там, Англия, Франция, Германия, дальше там, Восточная Европа, там, Польша, Прибалтика и дошло до России в какой-то момент, вот, при этом важный момент, что в Европе это совершенно другая публика, потому что это не ребята из гетто, да, ребята из гетто, ну, не путешествовали, никуда не ездили, а это наоборот как раз ребята из благополучных семей, которые, у которых, ну, есть деньги, они там не воровали краску, они покупали, покупали там цвета, какие им надо, все очень четко, там, значит, особенно немцы какие-нибудь, там все у них спланировано, по скетчу, значит, там вот они лезут в это депо, как там в Нью-Йорке, значит, мы сейчас то же самое будем делать, и в Европе сильно развита система поездов транспортная, более развита, чем в Америке, то есть, ну, в Америке, там раз в Нью-Йорке было метро, на котором рисовали, а в Европе это были поезда, которые путешествуют между странами, и как раз на них стали рисовать, тебе получается, там, ты рисуешь во Франции, он у тебя ездит в Германию этот поезд, или там рисуешь в Испанию, он у тебя в Италию приезжает, и это тоже важный такой момент коммуникации, учитывая, что там интернета еще не было, важный просто момент, что твои работы видят в других странах, как бы о тебе могут знать, и тебе могут говорить, это одна из составляющих таких тоже субкультур, когда, ну, то есть, продвижение своего имени, а как ты его будешь иначе продвигать, если ты не будешь свои работы где-то кому-то показывать, то есть, у тебя такая, получается, ты как будто работу свою художественную куда-то отправляешь, и она такая путешествует, ее там видит, не к ней приходят специально, да, а она сама там где-то катается и себя показывает, вот, и, в общем, внутри граффити появилось такое целое направление, train writing, соответственно, все это тоже до сих пор существует. В нулевые же, то есть, уже там при граффити эта субкультура существовала около 20-30 лет, в нулевые стало появляться такое, скажем, видоизменение, а если мы воспримем граффити как шрифтовое, классическое, это написание имени, это буквы, допустим, это какая-нибудь там бренд Coca-Cola или PepsiCo, да, у них есть еще логотип какой-то, вот и Pepsi там кружочек, вот стрит-арт это скорее такой логотип, когда художник себе придумывал какой-то значок, так его назовем, и дальше его просто тиражировал, причем используя методы такие маркетинговые. В принципе, если говорить о психологии граффити, то там одна из составляющих, это был ответ городского жителя на засилие рекламы, значит, на такой мегаполис, большой урбан, у тебя рекламные щиты, значит, кричащие, ты вот хочешь в ответ как бы о себе сообщить, что я тоже здесь существую, я вот маленький человек из этого там пыльного гетто, но я вот тоже здесь, вот смотрите, у меня на поезде даже имя мое написано, ну так грубо говоря, да. А стрит-арт это, в принципе, продолжение этой же идеи, ну, ты просто там не пишешь граффити шрифт большой, не лезешь в депо, ты делаешь какую-то наклейку, ты делаешь трафареты или какие-то постеры и их быстро клеишь, и это намного быстрее все делается, по этой же причине граффичики сначала не очень любили стрит-арт, так немножко хейтили, потому что он, ну, читать, типа, не очень честно, потому что граффити, чтобы ты сделал, ты должен подойти к стене делать шрифт, ты там краску вливать туда, там минут 10 или там 5 стоять рисовать, здесь ты подошел, просто наклеил наклейку, типа, ты такой умный, всех обманул, значит, но потом все это стерлось, как бы, да, но изначально к стрит-арту внутри граффити было отношение такое не очень, не очень хорошее. И мы здесь можем увидеть, например, что Abate Shepard Ferry, он придумал себе вот этот логотип в виде Андреда Джайант, значит, внизу Space Invader, который использовал сначала, он какие-то одинаковые рисовал, а сейчас он уже рисует там все подряд, там, королеву Англии, там, и там биткоины разные, короче, тогда он рисовал именно вот этих одних персонажей из игры Space Invader 8-битная, которая очень хорошо легла на технику плитки маленькой, пиксельная, но при этом надо понимать, что это он не сейчас, как бы, типа, там, винтаж такой делал, а это он делал тогда, когда эта игра еще реально была, и в нее играли там на компьютере. У Бэнкси там он начал рисовать крысу, причем крысу рисовал еще французский художник, его зовут Блэк Лерат, и как-то так получилось, что он, вот, может быть, сначала копировал, как бывает иногда у художников, что-то копируют, типа, там, впечатлился я, значит, потом он в итоге все это вывел в другую стилистику, более сложную, но явно там Блэк Лерат — это французский художник, которому сейчас уже, по-моему, под 60, он явно имел влияние на Бэнкси. Бэнкси, как он говорит, что он, значит, рисует крыс, потому что они в Англии, они там ночью бегают, значит, по Лондону, там, или по какому-то городу, в котором он жил, а днем их не видно, и вот он такую тень там рисовал. Ну, а я к тому, что у него, в общем, тоже такой был логотип, который он тиражировал. Потом он уже это вывел, как и все остальные художники, они это стали выводить в какие-то там сценки, да, сюжеты, композиции. Грубо говоря, Бэнкси превратился в такого карикатуриста, да, как раньше в газетах были на последних страницах карикатуры какие-то актуальные, про политику или про социальные проблемы. Вот Бэнкси примерно то же самое стал делать, просто это на улице, да, но начинал он тоже с таких вот логотипов стрит-артов. Это вот начало нулевых. И в Россию-то пришло там, ну, как бы считается, что первые граффити у нас там где-то в конце 80-х рисовали, но это нельзя назвать субкультурой граффити, это скорее были рисунки, которые рисовали ребята, которым типа хип-хоп нравится. В общем, вот есть брейк-данс, вот я брейк-данс потанцую, тут вот есть граффити, сейчас я возьму какие-то баллончики, порисую что-то на стене. Есть вот рэп еще, может, ну, рэп сложно, может, я попробую по-диджеи, ну, то есть такой хип-хоп такой, короче, был. В основном эти ребята брейкерами там были, или там были вот художники, там, Крыс, Бармалей, но опять же нельзя, или там, Баскет, но опять же нельзя их назвать такими граффити, как мы понимали бы сейчас, или какие они были бы там в Америке в 80-е годы, потому что они не ходили там, не занимались нелегальным бомбингом, у них даже там не было, в принципе, конкурентов, с кем там соревноваться, они там не были участниками каких-то команд. То есть это скорее-таки были художники, которым нравилась вот эта стилистика граффити, они рисовали полноценно. Субкультура граффити в России все-таки это скорее 97-й год, я вот к этому отношусь к году, и это год, когда стали появляться команды, которые продолжили существовать, художники, которые продолжили рисовать, там продолжили рисовать еще там 10, 15, 20 лет, и это были, ну, не просто ребята, которым нравится граффити, это люди, которые там, грубо говоря, жизнью жертвовали, рисовали, там какие-то у них были, команды они создавали, значит, конкурировали между собой, бомбили, ну, и все, все как полагается. Вот. И, значит, последний такой, скажем, прогресс, да, уличного искусства дошел до того, что стали делать Муралы. Муралы, в принципе, не были придуманы граффичками, конечно, это Сикейро, Диего, Ривьера, скорее к ним это относится и Мурале, слово испанка, и, значит, речь шла о том, что сначала эти рисунки у них были посвящены, ну, такой политической тематики, там, про социализм, они много рисовали, значит, про рабочие партии, делали большие фасады, большие какие-то брендмауеры, и, в принципе, название-то застолбилось тогда. Сейчас, конечно, рисунки Мурала в основном представляют собой какие-то такие иногда декоративные чисто рисунки, и наоборот, если что-то будет политическое нарисованное или какое-то такое партийное, мы все с вами скажем, что это какие-то пропаганды и все такое. Вот. Но слово Мурал как раз взялось с того времени, и, в принципе, это вот важно просто, чтобы запомнить терминологию различий между граффити, стрит-артом и Муралами, что это разные совершенно вещи, они сделаны по разной мотивации, иногда одними и теми же людьми, ну, грубо говоря, я могу сделать и граффити нарисовать, и стрит-арт нарисовать, и Мурал нарисовать, да, но это не значит, что все это надо вместе называть одним словом граффити, нет, это совершенно разные вещи, так же, как холст отличается там от инсталляции. Вот. И такой, наверное, последний момент, еще дальше он такой уже от граффити, это паблик-арт, который, но тем не менее, он в одном и том же пространстве находится вместе с Муралами, Муралы, в принципе, относятся к паблик-арту, но здесь уже скорее... Я вот сюда ехал, заявку, кстати, подавал на один такой конкурс со скульптурами, но здесь уже скорее паблик-арт скульптурный, он ближе к галереям, ближе к классическому современному искусству, это такая переходная зона тоже, и здесь меньше художников из граффити присутствует, потому что здесь иногда надо больше опыта, действительно, плюс не все художники из граффити там интересуются скульптурой или объемными какими-то объектами, вот, но это все вместе просто важно тоже понимать как градацию паблик-арт. Сейчас я немножко про себя расскажу, про, так скажем, назовем это путь, ну, мой творческий путь. Я начинал с граффити, здесь вот у меня присутствует вот этот желтый рисунок, это 97-й год, там какие-то 2001-й тут, 2001-й, 2004-й, ну, то есть здесь просто вот у меня, конечно, в подборке будут идти по четыре фотографии, такие самые простые, понятные нарисованы. У меня, конечно, много чего было и на разных местах, и в разных городах, и на разных поверхностях, но, в общем, я начинал как граффити-художник в тот момент, когда в Москве, в принципе, эта субкультура не была развита, и подойти кого-то, спросить, слушай, а вот ты там нарисовал, а как вот мне нарисовать, или возьми меня там с собой порисовать, или там посмотреть в интернете, забить тюториал какой-нибудь, или фильм посмотреть, которых сейчас там, не знаю, наверное, десятки тысяч просто граффити-фильмов уже за это время скопилось в интернете, там я сам какие-то из них тоже делал, но, в общем, тогда это не было никого, и, может быть, поэтому мне это понравилось как что-то новое, и, ну, так скажем, в этом какая-то была магия, может, определенная, не знаю, то есть мне хотелось это изучить, я понимал, что мне это надо, для того, чтобы мне этим заниматься, мне это надо самому как-то найти, нарыть эту информацию, понять, что это, и только потом, ну, то есть обычный же человек, он принимает решение, что сделать, когда он понимает, ну, он знает, да, например, он там понимает, что такое быть художником, он там примерно себе представляет это, здесь вообще представления никакого не было, были какие-то клипы рэперские, где на заднем фоне были нарисованы граффити, были какие-то журналы единичные, там, случайно купленные, были такие палатки раньше 90-х, где там продавались журналы иностранные, и газеты, и там иногда попадали случайно какие-то граффити журналы, вот, как, что это рисовать, только со временем какие-то стали появляться фильмы, ну, в общем, я нашел каких-то, так скажем, друзей, там, порой по тусовке, которые тоже хотели граффити рисовать, мы там какие-то покупали баллоны, шли рисовали, в общем, таким образом я в это втянулся, это, например, ну, это был 97-й, плюс 98-й год, там, в 98-м году стали какие-то появляться, значит, кассеты с фильмами, какие-то еще, значит, там интернет какой-то появился, там был такой сайт граффити урджи в 99-м году, вот, и таким образом я рисовал граффити в 97-й, 98-й, 99-й, там, 2000-й, короче, там спустя где-то 7-8 лет я уже перерисовал все, что хотел, добился каких-то там определенных высот в граффити, мои команды, с которыми я рисовал, в которых я участвовал, создавал, они там были известны, в общем, я так и понял, что я какого-то потолка, может быть, достиг определенного, не очень понимал, куда дальше развиваться, при этом, там, я в институте учился, там, не очень хорошо, да, научился, там, как-то отчислялся, зачислялся, работал где-то, но постоянно у меня это было граффити, но я к чему это говорю, что у меня, например, не было идеи, там, быть художником, я, в принципе, не очень понимал, там, такое время, еще 2000 год, если представить, какой художник вообще, тут, типа, работать надо хоть где-то, хоть кем-то, а это явно не про творчество, поэтому у меня каких-то мыслей таких про искусство не было, я понимал, что дизайн может быть интересно, но при этом образование у меня не было связано с, не художественное образование у меня было, вот, друзей каких-то рядом, художников не было, или там семьи, но как-то вот постоянно у меня присутствовала эта граффити, у меня были суды там разные, какие-то полиции, проблемы там, значит, но всегда это как-то так не останавливало, вот, и году к 2004-2005 у меня было такое впечатление, что я либо это, потому что друзья некоторые заброшивали, я это типа сейчас либо заброшу, либо вот, ну, должно, как-то мне должно что-то зацепить, я помню, начал общаться с, это тоже важно, когда ты расширяешь, просто круг общения, профессиональный свой, можно так назвать, но тогда это было, появились чаты разные, там 2003-2004 год, были разные такие чатовые системы, и там, в общем, там, грубо говоря, хэштег граффити набираешь, у тебя там открывается чат какой-то на 20 человек, из разных непонятных вообще стран, с какими-то именами, ни одной картинки, никаких аватаров, и ты вот что-то, значит, с ним переписываешься, то есть это еще не было даже, там, лайф-журнала, то есть соцсетей таких понятных не было, блоги, даже блогерских каких-то, то есть, либо ты на сайте какую-то информацию находишь, либо у тебя вот там есть ICQ, есть какие-то эти чаты, все еще, значит, шифруются, боятся показывать, как их зовут, боятся, что их там полиция поймает, а в Европе и в Америке там, ну, вот в Европе, наверное, основное такое жесткое место, где, значит, тебя могут ввести базу, если тебя в Германии поймают с рисунком на стене, тебя сразу смотрят по базе, если на тебя там папка, если, значит, там действительно доказали, что это ты рисовал это имя, и вот на твое имя там еще 20 рисунков, тебя там все это прессуют, вместе умножают на 500-600 евро, выставляют штраф, и ты там можешь, в принципе, и сесть в тюрьму, либо платить штраф этот, там, бывают штрафы, да, я слышал, это 200 тысяч евро, и там 100 тысяч евро, это вполне нормально, вот. и в какой-то момент, в общем, я, ну, подостиг этого, так скажем, потолка, в общем, начал думать, чем мне заняться, и в какой-то момент у меня вместо баллонов я купил краску и пошел рисовать краской какой-то обычной валиками, кистями, и это уже момент тоже такой важный, про, вот я общался там с иностранцами, то есть это какое-то время меня там держало, мне было интересно, что у них происходит, я делал здесь информацию, что у нас происходит, но техника, когда я поменял технику, она дала мне какой-то толчок дополнительный, и, значит, я в какой-то момент понял, что эта техника, она меняет, в принципе, подход к тому, что ты делаешь, потому что, одно дело, я рисовал баллончиком, тут я подхожу к стене, начинаю там кисточкой, значит, стену гладить, как бы, это вообще другой совершенно подход, там, что-то валиком, там по ней катать, я как бы стену до этого, в принципе, не трогал, это было такое переключение, и другая техника, она меняет мысли, идеи, подход, да, то есть ты уже начинаешь подстраиваться под эту технику, то есть у тебя уже меняется стилистика, ты меняешь стилистику, у тебя, возможно, появляются какие-то еще новые идеи, благодаря этой новой технике, новой стилистике, это, ну, то есть меня это зацепило, я стал дальше просто развиваться, переключался на какие-то темы, здесь тоже важный момент, что я до этого рисовал шрифты, я какие-то рисовал там отдельных персонажей, какие-то слова странные писал, но я нашел для себя какую-то такую, как скажем, типа тему, да, у нас было такое, No Future Forever, здесь не написано нигде, но это такой был у нас в граффити команде, так скажем, субпроект, иногда, когда надоедает писать одно и то же, ты там просто придумываешь себе какие-то параллельные имена, но Future Forever подразумевалось, что это такая панковская, значит, культура из 70-х годов, которая кричала там No Future, а Forever это такой из нулевых, из 2000-х годов, и мы их там объединили, но я это визуально стал изображать такое глобализирую-то на весь мир, что мы живем там, значит, безбашенно, не задумываясь о будущем, и такое впечатление, что этот лозунг No Future стал таким уже лозунгом всей популяции земного шара, это включалось туда и экология, там и войны, и, в общем, взаимоотношения между людьми, в общем, это такое всем пофиг, No Future Forever. Дальше там, в 2006 году я столкнулся с искусством, благодаря тому, что меня позвали курировать в фестивальном заводе, это был первый в Москве такой большой, трехдневный фестиваль уличного искусства, до этого были там, может быть, пара-тройка таких фестивалей отдельно, где просто на стенах выдавали стены, ну, ставили арголитные стены, выдавали краску, и можно было что-то порисовать, какая-то музыка играла, но это не было про искусство полностью на заводе, надо еще понимать, ну, то есть территория была эта же, но там были такие полуразрушенные все эти корпуса, какие-то из этих корпусов даже не имели крыш, и у нас там была выставка холстов, выставка фотографий, видео работы, рисунки на стенах, ну, то есть где-то там было что-то разрисовано, это было все в процессе, какие-то перфомансы там устраивали, значит, брейк-данс там было еще, что-то там с музыкой, вечеринки какие-то, это длилось три дня, для этого там была выделена мастерская, которая сейчас там находится хитрые люди, ресторан, там была такая большая мастерская, куда можно было приходить там любому художнику, то есть туда мы звали в основном художников, там было три человека нас был, ну, кураторов, был арт-директор винзавода Николай Палаченко, там может кто-то из вас узнает, был Кирилл, кто художник, я, вот мы тогда с ним вместе рисовали, вот мы там получается два художника и куратор все это фестиваль создавали, но тогда этот шанс, ну, то есть эта студия дала многим художникам с улицы шанс первый раз вообще в принципе на холстах порисовать, то есть приходили ребята, некоторых из них вы сейчас, может даже знаете, видели их работы там на выставках, может персональных, может даже музея каких-то, они тогда приходили первый раз в эту студию, я им там выдавал холст, выдавал краски, там он там сидел, тусил, рисовал и мы потом это выставляли вот на этой выставке, потом у нас была выставка в Третьковской галерее во внутреннем дворе, значит, вот СДХ, который бывший, там вообще восьмиметровый, мы натягивали холст, десятиметровый такие холсты мы натягивали и там, ну, просто живьем это рисовалось, там 2006 год, потом еще какие-то разные, в общем, я таким образом потихоньку втянулся в такую кураторскую, кураторскую, какую-то организаторскую деятельность, даже такой ивент, наверное, менеджмент немножко помогал выставки другие организовывать, появилась, потом появилась студия на заводе другая, там в другом корпусе, когда его отремонтировали, и в принципе, ну, в творческом плане мне было интересно, я попробовал, какие-то были первые холсты, то есть я до этого делал только маленькие, рисовал дома, этот формат был, я вот помню, еще закупал их, прям пачками такими, для как раз графики художников, это метр на метр двадцать, вполне себе такой нормальный размер, и это самый большой размер, который в магазине готовый можно было покупать, но мне это дало такие странные ощущения, я порисовал, значит, холст, прихожу на следующий день в студию, а он там стоит, значит, стоит вот, в принципе, я могу еще что-то на нем порисовать, вот, потом что-то поправить, ушел там, на следующий день пришел, у меня не было такой привычки, то есть я привык к тому, что я на улице нарисовал что-то там, забыл об этом, там, сфоткал днем, и все как бы, это там не мое, я к этому не отношусь, вот фотка главная у меня осталась этого, а с холстом это странные вот эти ощущения, что это типа физическая работа, я вот ее переставить, могу там куда-то там подвинуть, куда-то отвезти, показать, вот, в общем, там много их делать, ну, понимал, что мне надо, сначала я рисовал там все подряд, потом я понял, что надо мне держаться на какой-то линии, я вот начал рассылать эту историю снова фьючер фрэва, с определенной визуальной, там, такой эстетикой, так скажем, да, при этом, работа, опять же, про технику, работа, которую я делал на холстах, они там повлияли на работу, которую я делал на стенах, то есть подход какой-то, графика определенная, я что-то потестил на холсте, сделал на стене, опять же, на холстах я, конечно, рисовал то, что было, ну, на стенах я рисовал, потому что у меня другой, как бы, школы-то и не было, в принципе, я на холстах подходил, конечно, таким с уличным опытом, а оно друг друга так туда-сюда перекидывалось, получается, потом стал какие-то там, у меня стали выделяться такие определенные, так скажем, линии, то есть это тоже важно всегда художнику, что ты определял для себя темы, наверное, основные, ну, которые тебе нравятся в данный момент, например, да, это там, понятно, что она может меняться, но это тебе помогает сформулировать такой более четкий подход, ты там берешь тему, начинаешь с ней работать, ты уже хотя бы там не боишься белого холста, ты уже знаешь, что ты будешь рисовать, дальше у тебя уже задача просто чем нарисовать, как это сделать, какого формата, сколько ты этого хочешь, у меня какие-то появлялись такие отдельные серии, эта серия, например, называлась там «Коллапс», это, возможно, для меня были такие экзерсисы с абстракцией, такой легкогеометрической, в общем, для меня содержание этих работ было про, ну, то есть визуальное, да, мне нравилось визуально, но я понимал, что это про структуру, разрушенную структуру, из которой из любой четкой, там, сформулированной структуры при разрушении выходит какая-то внутренняя сущность, которая не видна, когда это является такой четкой структурой, вот у меня какая-то, такая была, так скажем, описание этой визуализации, но помимо всего прочего, мне просто нравилось там такую сложную какую-то геометрию выстраивать, при этом я ее рисовал так фристайлом, так скажем, вот стена, например, вот которая белая с серой дверью, это там в районе Нового Арбата, то есть это тоже там в районе Арбата, это какая-то заброшка, это тоже где-то в центре, ну, то есть я подходил, рисовал так же, как я рисовал граффити, но при этом я рисовал вот то, что самое непосредственно называется стрит-артом, при этом я рисовал какие-то странные рисунки и ощущения совершенно другие я получал от этого, то есть по сравнению с тем, что я себе рисовал шрифт, я понял, что это что-то более сложное, узкое, непонятное ребятам из моей субкультуры, мне многие говорили, типа, а что ты такое рисуешь вообще, ну, это что это такое, это же не граффити, я говорю, ну, мне все равно, я как бы рисую так же нелегально в тех же местах, давай это будем называть не граффити, а рисунки на стенах, как бы, вот, справа, например, это наоборот работа легальная, она была сделана в рамках биеннале, какой-то 2009 год, я уже не помню, вот, и иногда это, соответственно, про технику, и интересно, естественно, было это выводить из плоскости, я же привык все время рисовать на плоских вещах, выводить это в 3D, у меня был опыт, я там делал какие-то скульптуры, о каких-то резиденциях, вот, например, там была такая, со стрелками, такая геометрия, это немножко что-то уже туда и от авангарда вставленное, вроде бы абстракция, вроде бы и геометрическая какая-то композиция, и стрелки, это чисто граффити, потому что граффити, это всегда такие стрелки там на буквах, вот, или там была вот инсталляция, она чуть-чуть, ну, еще больше нагружена смыслами, чем просто какой-то коллапс, там земные шары, значит, выкатываются из коробок, там коробки, я специально там отдельно заказывал, шары здесь покупал, там три цвета всего, оранжевый, зеленый, черный, это была выставка в красном октябре, там, 2009 год, вот, ну, в общем, то есть я каким-то образом стал вот для себя изучать подходы художественные, как это сделать, разные серии развивать, вот, другая серия у меня была связана с закрашиванием на улице, то есть я когда начинал рисовать, граффити вообще в принципе не закрашивали, можно сказать, там, в 97-98 году было немножко не до граффити, там у тебя стоят какие-то ржавые гаражи везде, там фонари разбиты, дороги там с дырками и подъезды там без лампочек, еще граффити эти какие-то, в общем, а потом в году в 2005-2006 стало появляться то, что мы сейчас называем БАФ, ну, английское понятие, тоже термин, ну, по-русски просто коммунальные службы закрашивают как бы рисунки на улицах, и выглядело это такими как бы кусками закрашенными, потому что вроде вот деньги появились, но денег было мало, потому что цвет не колеровали, и вот там бежевую стену закрашивали коричневым, там, какую-нибудь там розовую стену красным или там серым, и все это выглядит такие как странные пятна, и я начал с этим играться, то есть я где-то рисовал работу, там, что-то закрашивали, я что-то рядом еще рисовал, и там закрашивали, у меня такие иногда были серии каких-то таких закрашенных кусков, потом я в итоге подумал, давайте я сам буду рисовать эти куски такие закрашенные, если я художник, почему нет, я рисовал такие вот наверху, которые три, например, тут, это контрастные такие, просто я ходил, рисовал, и это тоже был определенный эксперимент, то есть я иду, и пользуясь оружием как бы противника, вот там дворника, или там коммунальных служб, которые борются с граффити, я, значит, их приемом же создаю работу свою, в итоге получается не очень понятно, что там нарисовано, что-то, или не нарисовано, там, закрашивать это надо, не надо, но я как художник сходил, какой-то сделал там свое творческое высказывание, так это назовем, нарисовал работу, при этом эта работа у меня в серии там какой-то складывается еще, я выхожу на следующий там день, она там, через три дня, она там висит, вот, значит, там на черных, я помню, рисовал какие-то белые вот такие квадраты, на белых, наоборот черные, вот, но в итоге это породило определенную такую стилистику, которую я стал развивать на холстах, и это работа 2007-2008, по-моему, год, вот именно вот эти работы, какие-то из них участвовали в разных выставках, там, каких-то, на премии какие-то подавал даже уже, вот, но мне нравилось здесь, что я, опять же, так как я до этого писал либо буквы, либо рисовал каких-то персонажей, такой фигуратив, в общем, мне здесь нравилось, что я немножко абстракцию такую включаю и работаю с абстракцией, то есть, мне было интересно поработать с абстрактной формой, и то есть, я там развивал, развивал эту эстетику, и в какой-то момент у нас была выставка, у меня были друзья уже из современного искусства, 2007-2008 год, это у нас была такая, даже, можно сказать, тусовка определенная, там, Давид Тараганян, Саша Галкина, Серега Сапожников, там, Володя Логутов, ну, какие-то имена, может, вы сейчас знаете, там с Украины были ребята, это Жанна Кадырова, Коля Рейдна, и там, в общем, у нас какая-то была такая тусовка, которая, иногда мы собирались, делали какие-то выставки, может быть, Давиду предлагали что-то делать, он говорил, давайте сделаем, там, коллективную выставку, у нас была, еще тогда, Реджина, значит, концепция выставки была про город, человека, город, что люди построили города, мы все-таки жили там в деревнях, начали строить там села, какие-то городки, потом города, значит, мегаполисы, вот вроде бы, что там аккуратно, нам всем было очень удобно жить, а в итоге получается, что там сюда не иди, здесь не стой, сюда не положи, тут не нарисуй, значит, здесь забор, это не твое, вот тут не трогай, не кричи, как бы, и такой, типа, человек стал заложником города, и выставка была про это, я что-то вспомнил статью, там, 29-ю из Конституции про свободу информации, про свободу распространения информации, про отсутствие цензуры, она такая странная, там, как бы, там даже есть такие вот противоречия, не очень понятные, там, цензура отсутствует, но мы же не можем, там, грубо говоря, порнографию в газете печатать, значит, цензура какая-то есть, или там матом нельзя ругаться, ну, значит, она есть, но в Конституции написано, что цензуры нет, в общем, такие, то есть, это же какие-то про ограничения, не ограничения, непонятные, я ее решил так вот замазать, что она так просвечивает, как будто ее на улице закрасили, и написал такие четкие буквы черные, там, значит, большая работа, 4,5 метра высотой, и потом я стал эту историю развивать тоже, мне понравилось, помимо, ну, вот, мне как художнику нравилось, что помимо визуальной какой-то составляющей, есть еще какая-то там концептуальная составляющая, да, мне нравились визуальные образы, там, я мог кусок вот как бы ее взять работы, она вот мне там нравится, сочетание там контрастных черных букв, там, размазанные какие-то, значит, краски разные, я там разные краски использовал, разные техники, но при этом это еще и статьи, я там разные статьи писал, потом у меня была целая история, я там писал их на улице, в пенале там участвовал с ними, в общем, там следил, как их закрашивают, не закрашивают, вот в том числе, ну, то есть, вот я вроде бы с тех, как бы таких кусков, да, там контрастных на улице, вот дошел до какой-то полноценной, вполне себе живописной такой эстетики, это работа, не знаю, может 2009 года, я уже так не помню, и размер примерно, вот у нее, кстати, такой, как она на экране здесь, тут очень похоже на реальность, другая у меня серия была, я там лазил, и любил лазить всякие бомбоубежки, какие-то странные места такие, серия была немножко на тему холодной войны, но как будто бы в будущем, как бы, в принципе, я потом в какой-то момент понял, что меня больше, наверное, тема будущего интересует, чем какие-то вот актуальные там, типа конституции, или какие-то просто абстрактные вещи, вот, но я так и делал плакаты, про возможно потерянные плакаты, как будто бы из будущего, как сейчас можно было найти, плакаты гражданской обороны, невоспользованной, но мне там очень нравилась эстетика, там есть изучать ее, она с 50-й по 90-е, ну там конец 50-й, по-моему, это считается, она очень сильно менялась, там были сначала такие черно-белые, значит, предупреждающие рисунки, потом они становились там двухцветные, там трехцветные, там что-то красные, серые, черные, потом 80-х, они вообще стали такие полноцветные, превратились в мультики, и там при этом, это такой мультик, там про ядерный взрыв, это значит, там люди какие-то умирающие, что-то там, какая-то скорая помощь, кого-то увозят, и это все так прикольно нарисовано, ну, видно, там это художники рисовали, специальная, и такое странное очень сочетание, такой яркий, прикольный рисунок, но с такой очень тяжелый, с тяжелым содержанием, но я смотрел уже спустя там 20 лет на все это, я понимал, что это не произошло, но я представляю, люди как бы смотрели на это, думали там, ну, как бы по этим картинкам изучали, что может произойти, и вот, меня как-то это заинтересовало, тут еще могу рассказать вот буквы, например, наверху, которые я их нашел, такие деревянные штамповочные буквы, в бывшей типографии, она была типография бывшей КГБ, потом ФСБ, потом она была заброшена, и строил ее вообще Лисицкий, это, наверное, Новослободская она стоит, ее сейчас отреставрировали, такая с круглыми окнами, ее отреставрили, наверное, сейчас действует опять как типография, не знаю, кому она подведомственная, но нас там принимали прям такие ФСОшники, в общем, это просто к тому, что вот я где-то нашел какие-то буквы печатные, и как раз здесь их применил, и мне здесь, я там часть букв не нашел, поэтому я здесь стал печатать, мне тексты какие-то понятные на русском языке, а наоборот, такой какой-то международный, как будто бы непонятный язык из будущего, это какой-то 12-й, мне кажется, год, может, 13-й, но здесь я делаю вот эти работы предыдущие, там важно очень, опять же, материал, с которым ты работаешь, я, то есть не очень любил на холстах рисовать баллонами, ну, то есть если ты рисуешь метр на метр двадцать, ты там сильно не размахнешься баллоном, учитывая, что если я привык какие-то большие стены делать, большие поверхности баллонами, я больше так старался кистями рисовать, там мне не нравилось, ну, масло, понятно, я сразу его отодвинул, я им когда-то вообще, ну, рисовал в начале нулевых, но мне не очень понравилось, там попробовал акрил, он какой-то странный, там надо закрашивать по пять раз, там желтый цвет, чтобы нормально положить, я привык, что баллон, ты берешь желтый, он у тебя как бы желтый сразу, вот, я нашел для себя эмаль, значит, ужасную, там, такую нитро- или алкидную эмаль, к счастью, она там через пару-тройку лет, ее стали производить акриловую, на водной основе, она не вонючая была, но сначала я там парами нормально надышался, потому что у тебя такой огромный такой холст лежит в студии, он весь покрыт этой нитроцеллюлозной эмалью, и оно у тебя, значит, испаряет все, это просто студия, есть у тебя два холста, они висят, и тебе как бы, ну, ты рисуешь там над ними, дышишь, ну, респиратор неохота там делать все такое, вот, и это определенная техника, опять же, вот, возвращаясь к теме техники и подходов, там, эта техника дала мне определенную, ну, стилистику и методику, да, там, работы с поверхностью, вот, если мы здесь конкретно про живопись говорим, то есть, как эта краска ложится, как она перекрывает другой цвет, каким инструментом я ее кладу, в общем, у меня в какой-то момент получились такие вот две работы, на которые я посмотрел, подумал, о, вот это прикольно получилось сейчас, ну-ка, я попробую ее, как бы, развить эту историю, и дальше я стал, значит, это, у меня здесь были еще тексты про, там, видимо, из-за граффити, у меня часто, вот, вы видели в предыдущих сериях, там тоже тексты, а здесь у меня была такая ситуация, когда я ночью рисовал на улице, где-то там, не понял, лазил, в общем, на помойке нашел книжки, или в подъезде каком-то, что ли, там книжки были про будущее, значит, и там интересная была книжка, она, там был микс такой, из научной фантастики, и реальных научных исследований, то есть, там замиксовано было, и вот, а какое же оно будет будущее, а я рисую, значит, эти уже No Future Forever всякие, и плакаты из будущего, думаю, о, идеально, это же вот вообще про то, что я делаю, работаю, вот, и там разные приводились, пример, значит, научные фантастики, книжка, это была, типа, 7 месяцев, там, какого-то, пятого года, что ли, это старое, я, значит, взял эти какие-то тексты, иногда даже оттуда стал такое использовать, как элементы отдельные, вставлять, там, есть изменение формы головы, и лица зависит от возрастной массы мозга, да, ну, то есть, не столько, конечно, важно содержание этого текста, скорее, я его использовал здесь, как элемент определенный, там, там, задом наперед перевернутый, ну, в принципе, прочитать можно, в принципе, если, там, понять, о чем эта серия работает, вы, как бы, там, подключитесь к ней, но, с другой стороны, она и просто визуально считывается, как-то, владение заложенными резервами мозга, там, что-то поможет раскрыть, какие-то родовые, значит, заложенные генетическую, генетическую память раскрыть, ну, в общем, такие интересные тексты, смиксованный, там, космос, инженерная, генной инженерии, то есть, там, и, при этом, было интересно, отписывалось будущее, в котором я эту книжку уже нашел, как бы, выброшенную, там, спустя 20-30 лет, что мы там уже должны были, там, летать, значит, на машинах, и все такое, там, в космосе, уже на других планетах жить, человеку должны, там, жабру уже придумать, чтобы в мировом океане, там, доставать ресурсы, вот, я, в общем, как-то стал развивать эту эстетику дальше, и, она у меня складывалась в таких определенных образов, которые я в ансамбль, там, накидывал, там, вот, у меня есть такой скелет, вот, я его могу в этом холсте нарисовать, в этом, вот, у меня есть там какая-то геометрия, я их так, как бы, жонглировал, мне кажется, в этом был какой-то определенный, такой, цифровой, что ли, подход, когда у тебя есть набор элементов, и ты их просто, как бы, выбрасываешь так, они так складываются, как, как кости, такой бросаешь их, значит, они у тебя там сложились в такую ситуацию, вот сейчас такая сложилась, как бы, ну, ты там добавляешь новые, подкидываешь туда, они так все время, как бы, миксуются, миксуются, увеличиваются, усложняются, но, вот, вот, такая, как база, такая цифровая, возможно, мне нравилось в этом такой подход, диджитальный немножко, и, в принципе, мне кажется, они такие, когда они живописные были, они такими слоями, как будто цифровыми, каким-то клались, но, по крайней мере, мне так кажется, это у меня такое подсознательно было, плюс, я туда тексты эти добавлял, и, ну, и делал их там на стенах, на холстах, разного формата, разного подхода, это нелегальная работа, я ее делал, там, потом она будет, я покажу там, в трансляции, делал, это на Минзаводе, здесь я уже просто показываю, как у меня там, с холстов, двух, там, оно это развивается, прогрессирует, вот, допустим, там там Мурала, да, а там понятно, что оно там как-то стачивается, подтачивает, что-то меняется, какие-то работы более такие абстрактные, какие-то более, там, скажем, вылизанные, такие, более, может, на дизайн какие-то похожи даже, это в Иксе, 10 тысяч метров квадратных, или это какие-то были формы, небольшие, там, скульптурные, объемные, значит, но это про то, что опять, если ты какой-то, ведешь историю, в принципе, тем более, если она у меня была наполнена какими-то образами, это не абстрактная, все-таки, живопись, хотя, в принципе, ну, мне бы поставили задачи, я бы, наверное, абстрактную тоже какую-то такую штуку сделал, но всегда прикольно, как дополнительное упражнение, делать из разных форматов, разных материалов, с разными подходами, более того, с какими-то задачами, здесь справа, например, у меня вообще был коллапс с какими-то архитекторами, это у Волга, фест в Самаре, здесь слева это был музей Ермолаевском, в общем, там история была, что у меня была какая-то техника определенная уже задана, там, под которую я подстраивался, а здесь слева, это, значит, такая инсталляция, ну, я ее издалека сфоткал, она так, получается, как будто заполненная такая имитация 3D, но там это вырезанная из МДФ на плоттере, значит, там покрашенные объекты висят, справа здесь, это в манеже, тут, значит, фальш, получается, панель фанерная, на которой напечатана фотография стены, которая на Арбате стоит, на которой я реально рисовал вот такой рисунок, который закрасили, я, значит, клеил обои, здесь вставлял такие лампы уличного, праздничной, которые там мигали разной, разной интонацией, работа называлась декорация, так как вот занавеска, занавеска с граффити, под которой свет такой мигает, ну, то есть, это всегда интересно работать разными техниками, здесь вообще эти инсталляции, такая, которая уличная именно, но, ее там вкопали еще, там, на 20 лет, наверное, но она должна была стоять перпендикулярно дороге, как бы, то есть, под нее надо было ехать, но там эстакаду эту, когда запускали, это был 2018 год, футбол, и что-то строители этого эстакада, короче, испугались, хотели протестировать там полгода эту эстакаду сначала, а потом на нее что-то вешать, и нам надо было в срочном порядке уже готовую вещь ставить, и мы ее поставили не над, как бы, машинами, а ездили бы они там под ней, а как бы перпендикулярно, так по-дурацки получилось, но в итоге он там стоит уже три года. сейчас чуть-чуть я про техники, там у нас по времени, это не сейчас, 10 минут, окей, сейчас я быстро так пробегусь про технологии, там, концентрируюсь больше на какие-то технологичные проекты, которые я делал с техникой или с технологиями, связанными, сам по себе баллон, это такое технологичное устройство, я как бы задумался, что это такой девайс целый, потому что научиться им рисовать, это тоже целая школа, как бы, потому что это не просто кисточкой, там ты так по холсту возишь, у тебя там давление, какие-то клапаны, там, значит, насадки разные, там разные производители, куча этих баллонов с разными типами краски, давления, насадками, значит, они по-разному все рисуют, как эту тонкую линию там делать, вот, или чтобы краска у тебя там не текла, короче, целая наука, и ты реально работаешь с таким техническим девайсом, если бы не было придуманного баллона, там, какой-то 60-й, по-моему, я не помню, ну, масса, они вышли так в 60-е, 70-е, когда можно уже было просто в магазине покупать, если бы не было этого баллона придумано, может, вообще не было бы всей субкультуры граффити, сейчас бы мы с вами про это вообще не говорили бы, потому что ходить, бомбить на улице с ведром, с кисточкой, вот, я это делал, это, конечно, ну, другая вообще история, она бы не прогрессировала, вот, то есть, благодаря технологиям, субкультура появилась, развивалась, если мы делаем трафарет, то это еще там дополнительные технологии, лазерные, которые, тут у тебя лазерный плотер вырезает, значит, заранее изготовленный на компьютере тобой рисунок, и ты вообще там делаешь надпись, там, за 5 секунд, если бы ты делал это кисточкой, ты бы это делал, там, может быть, часа 3, ровные буквы вырисовывая, значит, здесь эти технологии, можно сказать, помогают создавать лучное искусство, и тут же Бэнкси, вот, в принципе, он трафаретами этими рисует, потому что ты можешь быстро работу очень сделать, есть всякие девайсы, типа, можно краску загнать в огнетушитель, или этот садовый распылитель, там, под давлением, но, в принципе, это имитация того же баллона, у тебя есть краска, нагнетается давление, ты открываешь клапан, и краска под давлением вылетает, значит, наружу, и тут ты как, что, уже сможешь ей нарисовать, огнетушитель, вот этот, ты его заправляешь, он рисует секунд, наверное, 15, может быть, и все, он у тебя заканчивается, вот, но зато очень сильно, быстро, и энергично, есть всякие еще устройства электрические, ну, сейчас уже на батарейках есть тоже, которые там краскопульты разные, которые помогают покрывать большие поверхности быстро, и краской, там, из-за ведра, например, ты подключаешь сразу, у тебя работает под давлением, значит, у тебя провод электрический, шланг, ведро, и ты быстро там покрываешь какие-то поверхности, если, например, рассматривать, как мы делали, у меня было 5, ну, тут 5 человек нету, да, но тут еще можно 5 человечков таких поставить, но я тут про технологии говорю, поэтому, если бы не было вот этих всех девайсов технических, то, наверное, такую стену мы делали бы, может быть, года 3, и вот этих всех, значит, краскопультов, подъемников, там, Жигули отдельная была, просто что-то передвигаться, там, все это ломалось, периодически проекторы, которые помогают размечать, чтобы создать работу эту, ну, как бы ты переносишь сначала на стену, и это происходит тоже, у тебя там ноутбук, проектор, провода, значит, подъемник, ты все это делаешь за вот такой кусок, там, размечаешь, за ночь мы там размечали, например, да, соответственно, потом этим краскопультом заполняешь днем, и таким образом, ну, вот, например, ряды, примере этой одной большой работы, это там заняло 45 дней, да, если бы не было всей этой техники, повторюсь, которая там завязала в грязи, там она ломалась, у нее что-то там отваливалось, заканчивалось какое-то масло, бензин, там все это, но, вот, ну, в какой-то момент я, то есть делал работы про, делая работы про будущее, про какие-то техники, технологии, мне что-то хотелось поделать такое тоже, вот, какие-то объекты, как будто бы технические, вот как там фейковые плакаты из будущего, мне хотелось поделать какие-то фейковые объекты технические, я делал, значит, тогда еще не было такого модного понятия, ресайклинг, В принципе, это ресайклинг, потому что я где-то на помойке находил эти деревяшки, какие-то ящики деревянные, и из них собирал из старого высушенного дерева, пилил, склеивал, собирал камеры наблюдения, вешал их в парках. Это в Москве было и в Базаре, в Шицаре. Я их как-то больше мог наблюдать. Есть такое понятие «нонспектакулярное искусство». Это когда у вас граффити, оно там спектакулярное искусство, потому что ты его просто должен увидеть, оно яркое, оно бросается в глаза. Это такое искусство, которое, наоборот, вы не всегда можете заметить. Ты пришел в парк, сел на скамейку, там что-то посмотреть решил на дерево наверх, вдруг наткнулся на какую-то штуку вот такую торчащую. И что это не очень понятно, там это камера, это скворечник или это какая-то реальная камера там. Вот, но для меня это было такое скорее, ну, речь была про, это было там лет 10 назад, мне кажется, может поменьше, когда в городе очень много стало камер появляться. Я вот как бы такие камеры еще на деревьях вылепил, которые замаскированы по дереву, но при этом такой подтекст еще появляется, как будто может это природа следит там, значит, за нами, там за человеком. При этом это еще на скворечник похоже, но я их не делал как скворечники, у них там дырка слишком маленькая для птицы, там они тогда не были бы похожи на камеры с большими дырками, если они были. Потом я какие-то такие вот объекты собирал, у меня серия есть герои, где там разные бюсты и таких нереализованных героев, так скажем. Вот, здесь я собирал там с компьютера, в общем, я такой к технике подкрадывался, там можно сказать, а в какой-то момент мне, так как вот повторюсь, там ты работаешь с этим девайсом и, ну, как бы телефон же у вас работает сам по себе, вы же там не должны его что-то толкать, там двигать в нем постоянно, чтобы он работал. Вот, мне хотелось, чтобы этот баллончик, значит, сам как-то работал, что с ним надо сделать, чтобы он сам как-то рисовал там. Я нашел вот это устройство, которое, ну, то есть я оттолкнулся от устройства, которое распыляет освежитель воздуха там в туалете, в комнате, а нашел тот, который подходит под баллон, который там нормально нажимает на баллон, который можно еще программировать. Значит, и была выставка, называлась «Не музей», это было в рамках манифеста, не помню номер ее, но, в общем, в Питере это было лет шесть назад, у нас была выставка «Не музей», где было 20 художников в таком особняке, который перестраивался, и вот он такой на стадии ремонта, такой пустой, весь бетонный, серый, много комнат, и можно, и там художники делают такие сложные работы, которые сложно экспонировать, или они там как-то, нельзя их музифицировать какие-то, они, в общем, странные. Я как раз подумал, что вот эта работа туда подошла, я купил эти, значит, насадки, сделал полки, включил эти баллоны, выставил таймер, они начали, и как бы я отошел. И это такой был уникальный, конечно, опыт, потому что я отошел, я стал зрителем в этот момент, я перестал быть художником, и дальше работать, стала работать, ну, как бы сама себя создавать. Вот. И мне понравилось это дистанцирование от создания работы, потому что у меня такая всегда какая-то была, не знаю, идея фикс, что ли, чтобы вот классно, знаете, как этот на печи лежит, а пусть оно там само собой как-то происходит, значит, вот чтобы произведение само собой как-то создавалось. И, ну, есть понятие процесс-бейст, когда важен процесс создания, как работа была создана. Вот это, конечно, чисто процесс-бейст, потому что в конце, в итоге, я вам сейчас показываю здесь результат, это выглядит так, но работа сама создавалась в течение, там, двух дней, они пшикали, значит, и тут интересно было, что еще такие какие-то подтексты, что это, как внутреннее содержимое этих баллонов, оно вышло, в принципе, наружу, то есть на стене находится то, что раньше было, как бы, внутри баллона, они там, в итоге они пустые, остались стоять. Получились такие абстрактные, как бы, штуки, мне понравился сам процесс, сам подход, и я решил потом, думаю, попробую сделать такие холсты, значит. Значит, был бейналь атмосфера на Artplay, там как раз был балкон такой, где можно было баллонами пользоваться. И я, значит, купил два механизма, заказал два холста, которые могут крутиться, поставил эти баллоны, которые уже, ну, которыми я уже пользовался, которые пшикают, значит, эти девайсы. И тоже, как бы, запустил это, ну, есть эти видео, просто сейчас там сложно все это переключать, на славу поверьте. Вот, оно там начинало крутиться просто, и тоже я отошел в этот момент, отстранился, как бы, от работы и стал зрителем, таким же, как люди мимо ходили. И я сам не очень понимал, там, что в конце будет, да, но мне было интересно на это посмотреть. И, там, время от времени приходил туда, садился, в общем, получилось такие, ну, типа мандалы, какие-то круги. Тут мне не столь принципиально было, я не пытался какую-то суперкрасоту там создать. Понимаешь, я цвета как-то подбирал, да, но здесь, опять же, процесс-based, здесь важнее был сам процесс создания этой работы. И, там, мои впечатления от этого, мои эмоции, там, и опыт, который я получил, чем там какой-то, вот, там, результат такой странненький. Дальше был опыт работы с фиаром, мы-то, когда, у нас была выставка на семь художников, когда было, не, шесть, по-моему, когда шесть комнат, значит, ты делаешь реальную выставку, делаешь выставку в виртуале, при этом это было еще, ну, по-моему, семнадцатый год. Тогда не было еще всех этих Oculus, V, всего, что сейчас там есть, HTC. Они только-только начинали тогда создавать свои продукты, выводить на рынок. Нам пришлось с программистами делать, программировать джойстик, программировать, ну, программу, типа, эту создавать, да. И, там, я им говорю, мне нужно, вот, чтобы я точка А, точка Б откнул, у меня полоска нарисовалась, значит, они там, ага, сейчас мы там сделаем, там, я говорю, цвет выбрать, там, сейчас мы тут кнопку Б запрограммируем. В общем, это был такой прикольный опыт, там, порисовали полчаса, снимаешь очки, и, типа, ничего нету, и не очень понятно, а что ты делал до этого, как бы, вот, вроде отдел очки, вот оно есть. Вот, этот, в общем, опыт такой цифрового подхода, и таким образом выглядела потом экспозиция, то есть, ну, то есть, ее реальное видение, экспозиция и того, что было в очках, там, что крутилось, вертелось, мы там и в 3D еще создавали некоторые объекты туда, подгружали в комнату. То есть, я воссоздал ту же самую комнату, но как будто бы это, там, какой-то кабинет ученого с какими-то бюстами ученых, там, значит, у него доска такая интерактивная, где он может что-то записывать, двигать, там, какие-то химические элементы передвигать, совмещать между собой. Вот, этот уникальный опыт такой дал мне, во-первых, ну, помимо техники новой, да, и, там, переформатирование своих работ в другую плоскость, так скажем, дал опыт прикольной работы, коллаборации с программистами. И потом у меня была там идея, тогда уже про создать вот это, повторюсь, про то, чтобы сама без меня рисовала, значит, ну, идеально, я подумал сделать дрон, который будет летать, сам там что-то рисует, я его запрограммировал, запустил, он там живет своей жизнью. И к ребятам я обратился тогда еще, когда мы делали VR, но это стоило какие-то бешеные деньги, потом, в итоге, я ее реализовал через два года, когда мне винзавод предложил сделать выставку персональную в цехе белого, и за эти два года в этой сфере дроны рисованием ничего не поменялось. Там, как, был один парень в Америке, который пытался с джойстика как-то там управлять непонятно вот этим летающим дроном, и, естественно, ничего особо из этого не получалось, так и не было. Мы создали, в итоге, первый в мире вот полностью запрограммированный, полностью автономный дрон, который, как бы, он там, поднимаясь, он понимал, куда он летит, что он будет делать, там, единственное, нам приходилось, ну, батарейку у него заменять, когда она садилась, и баллон, естественно, потому что он, как бы, баллон был там на 300 миллилитров, вот. Вот. Программу я создавал, ну, это можно было там искусственный интеллект какой-то подключить, но мне было важно, чтобы он был моим ассистентом, то есть он выполнял за меня. И выглядела экспозиция так, у нас были холсты, там, там, 8 холстов такие тестовые, которые я решил в экспозицию ставить, они очень такие были, сначала абстрактные, прям видно было, как они усложнялись, усложнялись, то есть мы практически учили ребенка рисовать. И там за два месяца мы его научили рисовать, что он смог сделать там сложное большое панно, там, 28-метровое. И это те же самые программисты, с кем я в VR работал, с VR, это тоже, ну, очень крутой, уникальный опыт сотрудничества с людьми, которые, по сути, тоже креативом занимаются, то есть у них была студия по созданию каких-то 3D, VR, там, всяких AR-историй, но они все время занимались какими-то заказами, там, коммерческими, а тут какое-то у нас творчество, им было это суперинтересно, и это к вопросу о том, что, ну, как бы, креативность, это не только, там, художник, это очень много профессий, в которых ты мыслишь точно так же, как художник, ты там что-то создаешь того, чего не было. И мы здесь с ними сошлись на этом, было очень круто, там, они меня слушали, я их слушал, их подход, там, ты прям видишь, как у вас логика иногда сходится вместе, хотя вы занимаетесь совершенно разными вещами. Вот, ну, вот он в итоге нарисовал, там был, то есть, наверху такие тестовые, тренировочные были, но я помню, вот такой уникальный момент, я смотрел, когда дрон рисует мозг человека, у меня такой какой-то инсайт произошел, вот, я подумал, что, ну, так и будет, наверное, потом на 3D-принтере напечатают, просто там нейронную сеть туда вставят. Это работа тоже с технологиями связана, здесь я рисовал на Новом Арбате в момент открытия атмосферы биеннале на винзаводе, и это транслировалось через проектор и через прямую трансляцию там в зале, но при этом биеннале, это была посвящена как раз онлайн-офлайн, как бы сочетанию вот, или спору там, да, онлайн-офлайн, и я, получается, сделал работу в офлайне, но транслировал ее онлайн, и в результате у меня результатом работы, помимо работы на стене, было, значит, видео, то есть, которое тоже собой, в принципе, является работой, у меня была видеофиксация, создание работы на улице, которые представляют собой еще как бы вообще диджитал такой отдельный, ну, короче, там накрутил там разные какие-то, ну, это интересно, просто разные сочетать такие истории, про эту работу я уже так в двух словах рассказывал, также потом в 21-м году я делал работы, то есть, у меня всегда казалось, что, в принципе, эти вещи, которые я делал, они такие немножко про объем, и я сам раньше 3D занимался супер давно там, но как бы это надо серьезно этим заниматься, чтобы такую вещь нарисовать, там, ну, наверное, годами там посидеть, чтобы сделать ее там круто, профессионально и качественно, и потому что мне надо там время уделять, я в итоге коллабился с разными художниками, мы делали цифровые работы, которые загружали там на площадки, эти блокчейны разные там, и продавали это в виде NFT, ну, или там погружали, по крайней мере, представляли их в виде как NFT, какие-то продавались, а какие-то не продавались, но для меня во всем этом было интересно, как раз я благодаря всей этой истории наконец дошел до этой цифровой как бы 3D-визуализации, которой мне так хотелось к ней подойти, и вот там VR тот же, да, это тоже, в принципе, про 3D-цифровое. Здесь у меня работы, есть художник такой Алекс Горин, у них фирма, вот, как я говорил, многие там работают в каких-то фирмах, занимаются просто коммерческими работами, кланом называется, они создают разные 3D-анимацию, 3D-отрисовку, ему нравились мои работы, мне понравилось, что они делают, мы также вот с ним коллабили, как и с программистами, создавали какие-то вот такие мои работы, которые вроде бы они про то же самое, что я делаю, но они выглядят, конечно, ну, по-другому, да, там, другая, другой, скажем так, техника или материал там, да, по-другому назовем, как если бы я там рисовал, не знаю, маслом, а потом стал на стекле царапать, ну, как бы вроде бы то же самое, но другое. Здесь я для сравнения показал работу, которую, ну, которую стрит-артом можно назвать, она не мурала, она такая не очень большая, наверное, как вот этот экран, здесь переформатированный в формате 3D, в принципе, ну, мы делали статичный, но есть, у нас с ним и работы в виде мошен-графики, там, когда и 3D там крутится, и были командные проекты, были проекты, когда там и граффити, и диджитал, получается, совмещали, делали тоже NFT там разные. Но это очень крутой опыт, опять же, в плане новой техники, да, вот как я говорю, когда-то я там попробовал там кисточкой рисовать вместо баллончика, это вот такие же эмоции, потому что ты по-другому подходишь к тому, что делаешь. Здесь это я с роборукой рисовал, ну, в роборуке, так скажем, ничего уникального нет, просто мне было интересно это подделать, попробовать, нам надо было придумать, конечно, все это устройство, но, в принципе, роборука уже там, это не дрон, как бы, который что-то новое, и до сих пор никто не нарисовал, не дошел до такого уровня качества с дроном. А роборука, наоборот, это такой более старый предмет, но и баллончиком, правда, почему-то не рисовали кистями, там миллионы раз рисовали. Ну, я там с баллоном тоже экспериментировал. Да, это тоже там какие-то разные, но это видео, в общем, ладно. В этом году у меня был большой проект с VR, где мне надо было представлять потом результат своей работы на стадионе на 40 тысяч человек, на таких здоровых двух экранах. Я там, в общем, по 8 часов в день сидел в VR, и, ну, такое удовольствие, скажем, не все к нему, мне кажется, готовы к вестибулярным аппаратам, но мне как-то нормально было, болела голова, в принципе, но было отчего весной переключаться, как бы, вот я ушел в виртуал, короче, там по несколько часов сидел. Это тоже такой отдельный, отдельный подход. Не могу сказать, что я там, как я там начал делать NFT, там мне говорят, ты что теперь NFT будешь только делать? Нарисовал дроном, ты теперь что только дроном будешь рисовать? Ну, как бы, нет, конечно, просто интересно техники разные пробовать, и подходы, при этом я как бы с того, что начал, граффити я до сих пор рисую, я в итоге не забросил рисовать. Или какие-то там разные проекты с AR-ом связанные. Вот у нас была история такая, там, какая-то сложно составная, там, канал Суббота, Смешарики, а Смешарики, ну, многих знают просто по фильмам, но на самом деле такая корпорация у нас, типа Disney нашего, которая занимается и NFT развитием, и диджитал маркетингом, и рекламой там, и какие-то продакт-плейсментом разным, и у них мультики, там не только Смешарики, там еще разные, и, в общем, они такие довольно представлены в диджитал сфере. Если кто там заинтересуется NFT теми же, то наверняка должны были знать, они и на Экспо 2020, вот в Дубае были представлены. Здесь тоже отдельная 3D-история, я там рисовал в Procreate, и Procreate создал 3D-приложение у себя дополнительное, это можно, значит, но здесь прикол, что это тоже стоит NFT, их можно вставить в AR дополнительном в любом пространстве. Вот, я, наверное, 10 минут прошло, эти, да? Да, ребят, если какие-то, просто мы хотели оставить время, чтобы вы могли какие-то вопросы, может, позадавать. Так, да, задавайте вопросы. Вот, вы в какой-то момент говорили, что важно выделить какие-то вещи, какие-то темы, которые вас интересуют, ну, и вы выбрали NoFuture, а это было собственное желание как бы на чем-то сконцентрироваться, или скорее вот такое давление арт-среды, что нужно какую-то одну тему прорабатывать? Там прикол, я тогда еще не настолько был интегрирован в арт-среду, я еще потом в 2006 году, это сейчас все так примерно понимают, что, значит, художник на то-то-то-то, я там не очень понимал, просто я, видимо, ну, посмотрел, мне кажется, изучил художников современного искусства 20-й век, там, западных, наших, ну, и просто я на примере понял, что, ну, вот у этого такая линия, как бы, да, у этого такая серия, и, в принципе, ты понимаешь, да, они могли меняться, он может там что-то перескакивать куда-то, но это такой путь определенный, и ты понимаешь, что да, это прикольно. Я скорее так просто, ну, посмотрел на других художников, так скажем. А, и потом, повторюсь, когда там у тебя в студии стоит так несколько холстов, ты просто сам понимаешь, что, о, вот, там, типа, так серия как-то раскрывается лучше, это такое чисто, или у тебя разные какие-то стоят непонятные, такая каша. А у меня как бы и так, и так было, и я понимал, что да, вот, а вы потом смотришь, вот этот шестой, он, как бы, лучше, чем тот еще первый, получается, да, и ты понимаешь, о, ну, это, типа, классный подход, наверное. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо большое за паблик-долк. У меня вопрос по поводу мурала, который вы делали в Иксе. Насколько я помню, он попал в книгу рекордов Гиннеса, только я не помню, там, по-моему, Россия, Европа. Там это отдельная история, если хотите, но у вас про этот вопрос. Да, про этот вопрос. Насколько я помню, у вас не было на вручении, хотелось узнать вашу позицию, вот, и как ваша жизнь изменилась после того, как ваше произведение попало в книгу рекордов Гиннеса. А вы откуда знаете, что я не был на вручении? Я не был. А, да, не счастлива. Ну, я просто проспал, и я ночью работал, и еще у меня приехал друг мой из Владимира, который тоже граффити-художник, он мне помогал. Я проснулся поздно, он еще позже проснулся. Мы на его машине ехали, короче, там мы приехали, когда уже там губернатор, что-то владелец завода, но мне, если честно, это было, ну, и неважно реально, как бы, ну, я работу сделал, все пришли на работу посмотреть, я зачем, и я подошел, когда все уже расходились, да. Там с книгой рекордов Гиннеса такая отдельная история была, потому что они, во-первых, это надо, ну, не все знают, это просто, ну, структура финансовая, коммерческая структура. Вы их вызываете, платите деньги, они приезжают, регистрируют. То есть они считают, что это, ну, их там не порочит, да, им это нормально, окей, они зарабатывают на этом деньги. Ее там была, принадлежала одной корпорации, значит, ее купила другая корпорация, и вот, значит, она своих этих представителей запускает. Приезжает этот представитель, ему там платят 10, 20, там, 30, там, не знаю, 50 тысяч евро, как бы, да, он говорит, ну, окей, мы вас там включаем, значит, везде написали новый рекорд, там, все. И я просто, ну, не знал, да, кажется, что это такая труистическая какая-то фонд, может быть, они ездят, зачем-то следят, там, не, нифига, они там, как бы, ты пока им не напишешь, что ты самый большой бутерброд сделал, они не будут этим интересоваться. И более того, там, у них, короче, был прикол такой, что с России очень много заявок приходит. Значит, мы очень любим эти рекорды все, что в итоге они какой-то создали у себя лимит по заявкам от России. И мне это рассказал, причем, человек, который у них раньше работал, который потом создал какую-то российскую книгу рекордов. И, значит, их понасоздавали сейчас. Я вот сталкивался, туда приезжала российская книга рекордов, потом я как-то, значит, в заряде проводил мастер-класс на 500 человек, тоже это в рекорды попало, а там другой был. Потом я где-то был, значит, какой-то самый большой шашлык, что ли, какой-то смотрю, там какой-то еще какая-то книга рекордов. Ну, короче, их понасоздавали, то есть это такая структура. Это в 90-е было важно, у вас не было интернета, и такая книжка выходила, которая собирала в себя все. А сейчас в интернете есть тот рекорд, который я перебивал, который там записан, они также их приглашали, платили деньги, была Олимпиада в Бразилии, они там выделили на этот бюджет. Но потом этот художник создал не 3600, а там что-то 6000 метров работы, например. Они, его нету как бы в этой книге рекордов Гейнесса, потому что там, ну, владелец здания не заплатил, они не приехали, как бы это не зафиксировано. У нас было все нормально, там готовы были деньги заплатить, но они там что-то, там как-то так очень долго нам, значит, мурыжили, там начали какие-то отмазки странные писать, там про тип краски, а что у вас за краска, почему такая, как бы, я говорю, ну, Мурал не подразумевает какой-то определенный тип краски, может быть, хоть кисточка нарисована, хоть про имя. Ну, короче, вот потом я просто понял, что они там, там еще какие-то были посткрымные такие истории, что там Россию как-то там что-то замазывали. В общем, в итоге, ну, то есть рекорд мировой есть, но просто вот в книге рекордов Гейнесса вот что-то не записало. Потом я помню, даже у покраска какая-то похожая была история, что они что-то куда-то они там вносили, не внесли, тоже там в Россию какую-то делали. То есть я потом слышал похожие подробные истории, подобные, что Вали, но как бы они не специалисты в искусстве. У меня тут, ну, как бы, на самом деле, я не очень обиделся, мне как-то все равно там, да. Ну, что, какие-то вопросы? Еще, да. Здравствуйте. У меня пара вопросов. Один из них, мы затронули тему технологий в искусстве. И как вы относитесь к искусству, которое создается искусственным интеллектом сейчас, там, например, картинам, которые нейронками генерируются, там, по словам? Сейчас я забыл, не ответил, а как жизнь поменялась? Да, я не знаю, ну, как жил, так и жил. Там, наверное, что-то, может быть, как-то более стало известно в определенной степени, но я там все-таки на работе стараюсь концентрироваться на вещах, которые делаю. Ну, не то, что я там проснулся на следующий день миллионером, такого не было, нет. Или там, не знаю, суперизвестным на весь мир, там, как говорят, на следующий день там он проснулся. Вот. У меня-то я проснулся с чувством выполненного долга на следующий день, как бы, что фуф, мы там успели, сделали, как бы, вот, что было запланировано, все произошло. А про искусственный интеллект, ну, не знаю, я сейчас в 22-м году не удивляюсь этому, потому что там в 17-м году я, у меня там есть тексты к выставке про дроны, я там сам писал то, что будут создаваться работы искусственными, ну, как бы, искусственными художниками, да, так это назовем, значит, и будут в той же Икеи там висеть, не принты, как бы, вы там можете купить, или не можете уже, да, ну, в общем, не принты будут напечатаны там миллионными тиражами, а будет живопись, которая нарисована будет автоматически, как бы, машиной. И, в принципе, зрителю, человеку, который ее покупает, потребителю, ему не очень важно там это, кем это нарисовано, если прикольная штука, если люди покупают какой-то принт непонятный на холсте, то, как бы, живопись они тем более купят. Понятно, что будет какой-то человек, который будет контролировать, так, это прикольная живопись, это мы выставим, это не... И будет стоить это для корпорации, там, копейки, да, этот несчастный робот, который целыми днями будет что-то там красить, еще его запрограммировать, что он будет, каждая работа будет новая, и там можно, там, тут абстракции, тут он домик нарисует, ну, то есть, не знаю, мне, если честно, я тогда делал работу, когда с дроном, это же, в принципе, про это, просто я создал инструмент, как бы, да, вот такой инструмент, даже если дроном может рисовать, более того, я его создавал, потому что я понимал, что не я его создам, так как кто-то другой создаст, и понятно, что куда это идет, это скорее вопрос про, ну, а дальше-то что? Тогда еще в 17-м году говорили все, нет, ну, вот художник, там, у него душа, вот, как же мы там, значит, как будет машина бездушная, там, что-то создавать, забиваешь вон алгоритмы все эти, в искусственный интеллект, скармливаешь ей информацию, создает, и ты покажешь это зрителю, и он фиг это отличит, кто это создал, что это создал, зритель воспринимает информацию чисто нравится, не нравится, ему, может, не понравится она, может быть, она, как это по-русски, ну, типа, вызывающая, допустим, она у него будет какая-то, она там, странная, но такую же и человек может нарисовать, поэтому тут проблем нет, заменится все это, конечно, и просто, может быть, художник такая, последняя профессия, до которой вот это добирается. Это, не знаю. У меня второй вопрос еще, я могу так задать? Да, 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 да. Да, спасибо за ответ. Вообще, еще хотела спросить про то, какие дальнейшие направления развития стрит-арта вы, наверное, видите в будущем. Я просто говорю про это, я не то, что Я же не технократ Там такой апологент, сейчас давайте все Там диджитал, там как бы Нет, у меня работаете Как раз, ну наоборот Они так вопрос задают Ну а дальше-то что А про стрит-арт, знаете Ну, там мне чуть 20 лет Почему-то казалось, что Граффити и стрит-арт вообще куда-то может деться Почему-то оно там не будет Перестанет быть интересным Я не знаю, но Как я сказал в начале, что оно все время Себя Ну, прогрессировало Так скажем, да, если смотреть работу Сейчас стрит-арты, там 10 лет назад Они совершенно разные Тут повлиял Даже диджитал, диджитал дизайн Который сейчас делают И который вот визуальную среду наполняет Он повлиял Повлиял фотошоп даже тот же То есть люди стали использовать В работах какие-то такие цифровые Вот всякие фильтры Какие-то кличи, как будто бы там разные Использовать тот же цифровый программ Для того, чтобы какие-то трафареты вырезать Ну то есть стрит-арт вроде так Ну, за прогресс цепляется И так прогрессирует как-то Я так понимаю, что Ну вот мне казалось, что Будущее это такое Стрит-арт Это дроны, которые летают там Где-то рисуют Но В итоге, когда я его сделал Стало понятно, что это не очень просто Потому что Там потоки ветра наверху Еще Ну то есть Это должна технология до этого дойти Что дрон будет держаться Чтобы нормально Не что он Кривые какие-то линии нарисовал Как бы Кривые линии сейчас можно нарисовать А хотя бы круг идеальный Чтобы он мог нарисовать Вот Тут, грубо говоря, на садовом кольце Это целая история Пока еще до этого далеко То есть мне казалось Вот это вот Использование роботов Каких-то вот Может быть Маленьких Дронов С какой-то странной краской Туда залитый специально Вот он может подлететь Где-то Что-то там нарисовать Что-то там наклеить Но Суть Я так понимаю Что ты на стену Что-то наносишь Она никуда не денется Все равно Просто это Другими технологиями Может быть Там Какие-то лазеры Может быть Выжигающие Что-то на стене Там Вот это было бы прикольно Но Что-то про технологии В общем Да Что-то Продолжение следует... 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 Вот тогда я понял, вот теперь я точно художник, вот теперь я могу себя полноценно называть и как бы, ну, заслужил, типа, да, потому что до этого я так, как бы, понимал, что художник — это не это, вот те люди, которые реально жизни этому посвящают, там, жертвуют чем-то и там, в чем-то себя ограничивают, и вот они вот с большой буквы «Х». Как бы, вот когда я оказался в этой ситуации, я вот понял, что да, ну, это было так стрёмно, на самом деле, там, я еще там пару лет по старой памяти такой все держал в голове, так, если я пойду работать, куда я пойду работать, там, что у меня там в резюме написано, там, что бы мне туда написать, вот, блин, я уже там год нигде не работал, там, что мне сказать, спросить, мне там нравятся вот ивенты, тоже там мероприятия, вот организация этих выставок, все такое. Ну, в общем, это такое, да, работал, да, где-то, в общем, потом перестал. Да. Ну, смотрите, тут же, опять же, у всех все очень по-разному, и это же я не то, что такой художник, который вот я такой сел в студию и начал холсты рисовать, и потом как-то они стали продаваться. Нет, у меня помимо холстов были, там, так как я из граффити, там, просили что-то нарисовать, а ты можешь это нарисовать, то нарисовать, там, какие-то вот такие, знаете, параллельные. Потом, там, с организации выставок что-то были, какие-то проекты, где-то там я курировал, то есть это были разные такие истории. Если бы я только сидел там в студии рисовал и надеялся вот так вот, я только продаю холсты, как бы, я больше никакой другой работой не занимаюсь, то, наверное, это была бы другая история. Но, вот, повторюсь, реально у всех художников уникальная, всем советую, есть такое сообщество ВКонтакте, называется «Фильмы про художников». И там, значит, там реально каждый фильм отличается, вроде бы, понятный сюжет один и тот же, да, вот художник, вот как бы его жизнь. Но они все разные, потому что у каждого своя история, у всех все очень по-разному, и даже такой же, как я, может быть, из той же среды художник, он совершенно по другому пути пошел. Еще вопрос. Да. Не, по-разному. Ну, Бэнкси, например, у меня просто была выставка в Лондоне, в галерее, с которой Бэнкси сотрудничала там 15 лет. Да, то есть, это был Стив Лазаридис, он создал галерею, там, 2001, что ли, год, и он был первым галеристом Бэнкси, они были друзья. Он там до этого продавал его принты просто с рук. То есть, этот создал галерею, а этот стал художником галереи, и вот они друг друга, можно сказать, так пушили. Бэнкси пушил потом эту галерею своим именем, этот его пушил, что он, значит, продавал его работы, и это было, там, иногда здесь читаю какие-то тексты про Бэнкси, что он такой, ну, я не знаю, там, землей типа питается, ничего ему не надо, значит, а кто-то на его работах зарабатывает. Да нет, он там деньги зарабатывал в конце 90-х, продавая эти работы, свои принты, и трафареты, и крыс этих, и все, как бы, еще продавали они, так много они печатали, что они какие-то он там не подписывал, они их дешевле продавали, а подписанные там дороже, там, на 10 фунтов. И все нормально у него было, просто они там в каком-то 13-м году, они что-то поссорились со Стивом, и он забрал менеджера из галереи девочку, и она стала продавать его работы, вот. А так, нет, работаю с галереями, ну, некоторых такой, конечно, раш такой сумасшедший, там, типа, прыгнуть в галерею, я как-то всегда спокойно относился, у меня были моменты, когда я был с галереей какой-то, сотрудничал, не сотрудничал, и, ну, такое просто, в галерее всегда такие скучные эти выставки, мне там больше нравятся какие-то такие проектные, в таких странных местах, наверное, выставки, но, то есть, у меня никогда не было такой, знаете, зависимости от галереи в мозгу, да, то есть, с разными мне предлагали, я понимал, что у них условия там невыгодные, я с ними не договаривался, там, не сотрудничал с ними, хотя галерея была хорошая, потом эти галереи уже там, этих нет галереи, а я и остался, как бы, знаете, вот, но это всегда плюс художнику, конечно, да, просто есть, вы говорите, стрит-арт художники, у стрит-арт художников была такая тема, она есть тоже, вот, я рисовал тогда, еще вот, мы такие, типа, из 90-х с нулевых, и вот ты, типа, такой, о, я художник, там, а я же просто отношусь, получается, вот, прям к первым таким художникам, которые с улицы, ну, вот, там, не знаю, кроме Кирилла, может, никого и не было, там, мы такие первые, наверное, начали делать, но я, может быть, больше делал, у меня было больше опыта, там, с выставками именно, с какими-то... А в России, не в России, и я вот видел, что многие такие, потом начали что-то рисовать, и такие, все, мне граффити это не нужно, нафиг, это, как бы, улица вообще, это грязь там, быстрее бы вот сейчас в галерейке висеть, как бы, на белой стене и продавать это, вот, в этом мне оказался какой-то такой очень странный подход, немножко и предательский такой, и странный, но потом, смотрю, некоторые из них все равно такие со временем, как бы, вот, нет, ну, надо, вот, я же, типа, уличный художник, вот, меня называют, надо что-то на улице поделать, я никогда там, ну, какашками, грубо говоря, назад не кидался там в свое уличное, там, творчество, и всегда рисовал, и граффити до сих пор рисую нелегально, я просто здесь не показываю, там, странно было бы, если я тут сейчас вам стал показывать, где я набомбил тут, когда, и чего, и что я там написал, вот, но, не знаю, это часть меня, она меня сформировала, вот, я к галереям, короче, спокойно отношусь, это часть современного искусства, часть индустрии, они тоже все очень разные, как художники, кстати. Какие граффити команды, или граффити, например, вы можете сделать? Отметить? Ну, просто перечислить граффити команды, ну, окей, а кому? А тут, знаешь, скорее, вот, ну, кого-то я просто лично из них знаю, конечно, я в них больше с ними знаком, там, чем с какими-то, может быть, есть, я, на самом деле, много с кем пересекаюсь периодически, вот, я приезжаю, там, в какой-то город, например, там, в Пермь, я встречаюсь, там, с местными парнями, которых я до этого, может, никак не слышал, да, они, оказывается, там, классные команды, они что-то рисуют, там, но я, в основном, так, чтобы совсем тут не зависать, но, не знаю, там, зачем, КГМ, МДТ, там, МДТ, уже, я не знаю, они что-то не рисуют, там, наверное, не знаю, иск, там, московские команды, а из таких вот в Питере, 158-е, потому что просто я что-то начинаю вспоминать, у меня какие-то люди вспоминаются, я понимаю, что они были в этой команде, они куда-то ушли, там, что-то, знаешь, так переформатировались, ТСМ-команда тоже, вот, классная, я просто, мне нравится, когда команда существует долго в граффити, и, там, по 20 лет, по 15, и продолжают делать такое, когда у тебя консистенция, и постоянство, когда у тебя присутствует, вот, а так рисовал реально с молодыми, очень многими разными, и часто, там, встречаешься с парнем, а он, там, в принципе, ну, встречаешься с парнем, в том смысле, что порисовать, но ты ночью с ним встречаешься на лавке, в парке реально такой, а ему, там, типа, 18-19 лет, вот, но при этом он, там, что-то ходит, бомбит, там, в городе, там, вот, вы идете, там, вместе рисуете, ну, такое, как бы, всегда прикольно, всегда классно, когда есть такие люди, посвященные в это, последний раз я ездил с Сергеем в Посад, там, ребят, там, уже практически, там, чувак не рисует, да, но мы с ним походили, порисовали, он, там, мне помог, знаешь, важнее, наверное, даже вот эти вот вещи, МДТ, кстати, я что-то вспомнил сейчас, я не знаю, что-то они пропали совсем куда-то, но мы, раньше, вместе много рисовали, фильмы делали эти про поезда, вот, да. Ну, сейчас такое время, видите, все так глобализуется, сжимается, и все в итоге, ну, там есть какие-то, там, не знаю, Behance тот же, но я, если честно, на них особо не смотрю, потому что там есть даже иногда, знаете, какие-то платформы, где просто продаются работы, вот там иногда прикольно смотреть, потому что, да, человек выкладывает не просто свою какую-то очередную работу, а что-то такое серьезное, вот он, значит, Artsy какой-нибудь портал там, да, Artsy, там, Artsy, ну, там, вы наберете, там, по-латински, он вам выскочит точно, довольно интересный, там и галереи регистрируются, выкладывают работы туда, иногда мне просто интересно было, я помню, очень много смотрел каталогов, значит, аукционных домов, ты там берешь Philips, да пюри, там, открываешь, и у тебя там просто срез такой современного искусства определенный, как бы, да, понятно, что это не какие-то молодые художники, какие-то там устоявшиеся, но это тоже интересно посмотреть, а так, в принципе, так получилось, что Инстаграм стал платформой для искусства, то есть есть куча других еще соцсетей, но вот искусство устаканивалось на Инстаграме, там, например, ТикТок, это не про искусство, вы там в ТикТоке, там, если смотреть аккаунты каких-то художников или музеев, их там либо нет в ТикТоке, либо они там раз в 20, просто меньше у них количества, если даже, не знаю, Баленсиаку посмотреть, у нее там миллионы, а тут у нее там миллиона даже нет, то есть это такая в ТикТоке чуть другая аудитория, и в Инстаграме все-таки, да, есть... А? Запрещенные социальные сети. Да? Запрещенные социальные сети, вот, есть разные, ну, такие сообщества, там, грубо говоря, там, они называются, там, иногда одинаково, там, Contemporary Art, или там New Abstract, или там что-то New Contemporary, иногда ты заходишь, смотришь, ну, тут какая-то попса собирается, вот в этом вроде прикольная, и там такой срез определенный. Я потому что, например, не люблю, как за каким-то художником одним, ну, я как художник, да, за художником другим не очень люблю, но это мой такой подход, у меня нету там любимого писателя, любимого музыканта, как бы вот это любимый, значит, художник. Я поэтому не люблю, у меня есть там, которые, на которых я подписан, они там, скорее всего, знакомы мои, но мне нравится, когда просто контент с разных авторов подбирается кем-то, да, и выкладывается. И вот, говорю, New Abstract, например, вот мне сейчас что-то пришло в голову, ну, там какие-то такие вот сообщества, знаете, где какие-то сидят, типа, кураторы, да, там подбирают что-то, подборки, иногда они там по три работы выкладывают, вот, на одну тему, но разных художников. Вот я скорее за такими смотрю, ну, я, например, лично. Куда прийти посмотреть? Куда прийти посмотреть? Ну, вот сюда, например, высшей школы экономики там, да. Вот, а так, ну, я не знаю, бывают всякие ярмарки, например, был, наверное, в заводе там Win-Win недавно. Вы туда придете, там куча художников со стендами, вы можете с ними подойти поговорить, да, или можете там сами поучаствовать, или с кем-то договориться, пообщаться. Это вот такие большие ярмарки, в которых могут участвовать, ну, сами представители, сами создатели. Вот это... Ну, вот вы можете там посмотреть, там, когда будут следующие такие ярмарки, которые происходят. О них обычно какие-то российские наши соцсети пишут в этой запрещенной соцсети, значит, о том, что будет такая-то ярмарка, можете подать там заявку. Бывают большие ярмарки, где там можно тоже стенды арендовать, но они там... У вас не стол будет, а там стенд целый. И там вы все это комьюнити встречаете, там все это оффлайне происходит, да. Ну, смотри, спасибо. У тебя такой вопрос про... На самом деле затрагивает тему того, что у меня нет художественного образования. И, ну, я сам это анализировал в какой-то момент и понял... Я еще сейчас периодически общаюсь, ну, прямо с детьми, там, какие-то последние годы. У меня педагогическое образование, но у них не с искусством связано. Ребята, которые... То есть я видел ребят, которые ходят в художественную школу. Есть знакомые художники моего возраста, которые тоже художественную школу заканчивали или художественный институт. И я вот видел их там боль, да, и там, значит, слезы, кровь, когда они вот переключались с академического образования на современное искусство, как они там какие-то вымученные работы там пытались вот выдавить из себя какой-то креатив, потому что школа такого классического художественного образования тебе ставит очень сильно руку, и ты как бы начинаешь рисовать от руки, смогу ли я изобразить вот этот сложный сюжет, да. А как бы у меня такого не было, я думаю, ну, я просто придумываю ситуацию, ее рисую, как бы у меня нет задачи ее как-то сложно нарисовать. Я, ну, просто передаю сразу мысль, максимально каким-то, может быть, понятным языком, чуть-чуть его усложняю. Но, да, там какие-то... Я не ходил ни на какие занятия, у меня один раз был. При институте у нас была возможность походить на такие, типа, курсы. И там была, значит, студия, художник такой бородатый, Шишкин фамилия. И там у тебя акварель, масло, там что-то сангина какие-то, карандаш, тут какие-то кубики, тут какие-то цветы мертвые там. И вот ты что-то можешь порисовать. Мне, в принципе, это было прикольно, что это там дало понимание техник разных, да. Но, конечно, классно там. Я что-то почитал, книжки какие-то. То есть базу, конечно, надо знать. Понятно, что-то там перспективу. Ну, наверное, классно вообще хотя бы знать, что это, да. Это может ей не пользоваться, но было бы прикольно знать, что тени вот падают, значит, с противоположной стороны там от света. Может тоже, в принципе, не пользоваться этим. Опять же, что ты хочешь делать, все скорее от этого зависит. Но, повторюсь, я понял, что важно, чтобы все-таки у художника, у креативного человека не забивалась методикой или техникой, не забивалась идея. Возможно, потому что современное искусство, оно больше про идею. Там сто лет назад назад было больше про изображение, как бы, да, там фотоаппаратов мало было и все такое. Но мне как-то, я бы не сказал, что мне это сложно было. Я был момент, я искал, как бы, свою технику, там, валики, там, что-то, кисточки такие-сякие. Вот я там про это говорил, там, краска какая-то такая, такую попробовал, там. Сейчас, я понимаю, если я делаю большой формат, там, 4 метра, например, работу, я, конечно, я не маленькой кисточкой буду рисовать, вообще баллона возьму, там, ну, там, плюс кисточки какие-то большие. То есть, это все вот подбиралось, но, опять же, оно подходит под мою вот стилистику того, что я делаю. Если бы я там что-то абстрактное делал, может, я вообще какую-то тряпку, там, половую, грубо говоря, возьму и ей сделаю. Если это, опять же, подходит. То есть, у меня не было такой вот, я не, видимо, не так был заточен под, ну, вот, под подход вот этот такой, знаешь, когда ты с мольбертом, вот, сидишь там по несколько часов. Мне поэтому как-то, я с другой стороны на это заходил. Со своей, что ли, методикой, я не знаю. У меня, то есть, у меня школа была на улице, я оттуда скорее брал. У меня было иногда, например, вот у меня есть баллоны какие-то лежат, это такое тоже упражнение отдельное, у тебя лежат какие-то цвета непонятные, ты хочешь пойти порисовать. И, в принципе, они там особо во что-то не складываются. Но ты вот берешь их и все равно ими что-то делаешь. И вот, знаешь, попробуй этими непонятными цветами, еще там, может, краска какая-то такая ужасная, еще на улице там минус 15, и она там сейчас будет плохо рисовать, но ты вот в этих ужасных условиях пойди что-то попробуй сделать сложное. И когда такое происходит, раз там 20, ты понимаешь, что ты, в принципе, вообще чем угодно можешь потом нарисовать там какашку, грубо говоря, там нарисовать. И ты, в принципе, понимаешь, что суть не в том, чем ты рисуешь, а как бы что ты изображаешь. Подходит ли этот материал, инструмент под вот эту вот конкретно твою идею. Ну, да. Материалов каких? Ну, это вот к тому, что я только что сказал, тут не столь важно, наверное, важнее, ну, мне кажется, важнее, наверное, то, о чем вы говорите, оно вообще сочетается с этим материалом, он как бы помогает вам мысль свою донести. А так то, что, ну, я вот коллабился с девушкой, которая там из плесени там картины делает, но, понимаете, там из плесени можно много чего сделать, но вот она какие-то их прикольно вот так делает, и вот оно так прикольно вместе с этой техникой сочетается. Ты сначала видишь работу, потом ты еще понимаешь, как она сделана, и это как бы так тебя догоняет еще. Вот я там сделал там с дроном работу, пришел Олег Кулик и говорит, прикольно рисовал. Я говорю, да это не я рисовал, это дрон рисовал. Но вот первое впечатление, оно создается же все равно не техникой, а скорее человек образ видит, а потом он уже такой, а, это еще из ткани, короче, собрано. А почему из ткани? Потому что там работа вот вообще про это, и там как бы терпыра, терпыра, как бы, да. Да там же, где картины выставляют, почему нет? Да, да, ну конечно, да. Если оно у вас как бы может быть экспонировано, как-то там куда-то можно перевести это. Не, просто бывает искусство, которое собрали, сфоткали, и потом его, ну нельзя, если оно у вас транспортабельное, конечно. Не, не, да какая разница, если что вы делаете, если это можно куда-то повесить, кому-то показать, покажите, привезите. Ну, сейчас я вам... Ну, у вас вопрос из серии «Как мне завтра стать богатым художником?» Нет, я не знаю. Ну... Нет, ну, во-первых, если вы уверены в том, что вы делаете, у вас, возможно, уже какая-то заинтересованность была относительно вашего искусства со стороны, не знаю, там каких-то, может, куратор какие-то, может, друзья художники, может, вы куда-то предложили, что-то показали. Да, ну, вы понимаете, сколько лет я вам там рассказал сейчас? Там что-то 15 лет. Ну, да, ну, если с 2006-го, то чуть поменьше, да, граффити с 97-го, там побольше. Ну, в общем, я за то, чтобы у вас, грубо говоря, контент был хороший, а там аудитория у вас появится, ну, так, современным языком говоря. Спасибо.